Ну что, понеслась. Первая карта Молтон Фолкс. Это, по-моему, первый матч, где для старта выбирается новая арена в игре. И это хорошо. Карта действительно... Ну, местами, конечно, она достаточно примитивно играется. То бишь, две половинки и вот друг к другу начинают заглядывать на территорию вражескую соперника. По одним и тем же, ну, фактически два прохода, да, здесь. Но вот эти вот открытые пространства, многоуровневость и вылеты спорта, они, конечно, некое разнообразие вносят. Хотя, опять же, по архитектуре, ну, прям как-то вот, вот матч Киллсона и Клоуза показал, что действительно... Или здесь ты пошел, или там. И причем до конца соваться смысла нет, потому что реально очень узкие места. И очень легко в них или подлавливать, при этом они узкие и длинные, и открытые, соответственно. Соответственно, очень легко на рейл нарваться. Сразу, по-моему, там, в момента карьеры бросается Рейзи и делает первый фраг. Бласкает сейчас у Сайфера. Рейзи... Переносная мига, которую обеспечивают три тотема, но вот один сейчас уничтожили. И Рейзи уступает, мне кажется, Хэви сейчас. Вот, вот про что я говорил. Если ты чуть-чуть опоздал с заходом на Хэви, ты уже через тот же коридор не зайдешь. Так, Сайфер тратит обилити. Рейзи вообще... Вообще не понял, что хотел. При этом Сайфер сейчас гораздо толще, но вот после взятия этой миги уже нет. И давайте включим на самом деле Сайфера. Потому что, по-моему, Рейзи немножко не понимает вообще, как лучше забраться, подобраться. Но в итоге, смотрите, Рейзи... Все он знает, все он умеет. Просто у него был потерян на некоторое время контроль. Из-за этого немножко так не понимал, куда все-таки лучше зайти. Но вот взял девайс и снова прилетел. И снова убил Сайфера, последний персонаж у того. И самое главное для Рейзи то, что до Хэви у него достаточно времени, чтобы прийти и выбрать хорошее место. Но он как-то долго идет очень. Но все равно врывается. Да, не забивает на Хэви. При этом... При этом... Идеально тыграл раунд. При этом еще бросил третий тотем снова. Тут же себе Мигу накинул. Но пока в одну калитку. Да, я думаю, Сайфер сейчас... Немного... Ошарашивает такой игры. Но здесь, да, вот... Который раз мы тоже сегодня видим. Ой, какой хороший респаун. Но там, правда, Бласкович, который может банально из машингана перестрелять. Или если там статуи, ствол, шотган, то из шотгана... Нет, здесь гораздо проще и банальнее. Просто врывается Рэйзи на шафтах. И Сайфер и секунды не прожил. Но сейчас будет ответочка. Рэйзи... Я думаю, сейчас пойдет подбирать часы. Куих. Но только вот здесь есть. Да, так аккуратненько заходит. И вот уже у него все в порядке. Здесь обилка. И шафт. И пошел он драться за Хэви и натаскивает. Да, пока Рэйзи играет отлично. Во-первых, он не зажимается. Он не боится соперника. Он не боится стреляться. Ну, разве сейчас на Мегу не пошел. Но, в принципе... Просто ждет, пока обилити восполнится. Не просто так, да. Спокойно занес Рэйл. Легкий. И сейчас будет подлог. На двух шафтах. Причем как-то даже до конца не сразу идет. 2-0. Да, пока без шансов, ребята. Потому что... Ну, там, да, был фраг в начале этого раунда. Цайфер, но как-то... Ненадолго. Это счастье продлилось. Так, Рэйзи хочет к шафту. Начинает наголение. Оба игрока. Нормально так высунулся. Не совсем понятные действия. Ну, на полтинник попал из шутганов. Наверное, ожидал он больше дыма, что нанести. За эти два выстрела. Совсем обучился. Сейчас будут убивать. Копия просто первого раунда. И сейчас кто придет бласкать? Нет, там рейнджер. Сейчас решил выбрать. Венгер. Я думаю, что это сфера года была. От Рэйзи. Если нет, у него там здоровья. И вот он как раз последний бласкович. Несется он на всех парах к шафту. И еще сейчас одна пмега. Аккуратно, аккуратно сайфер действует. Он не слышит соперника и вообще не понимает, где он. Бродит, карта здоровая. Здесь заблудиться легко. Ну, вот сейчас услышал. Убирает пушку. Тотемы сайфер особо не бросает. Хотя... Карманный мега хелс это... Очень хорошее подспорье. Перестрелка сейчас спокойно мог себе уже этих тотемов накидать. Но... ТДМ сайфер... Сейчас не играет в связи с пропуском Хоикона. Поэтому... Не пользуется он этой фишкой, которую в ТДМе очень сильно решает этот оверхил. Голены. Забавный момент. Просто тону демага там получил Рейзи. Ну... Боится сайфер нападать, пока шафты действия. А вот сейчас уже будет нестись догонять. Там Рейзи... Ну, просто никакой. Никакой. 20 секунд до абилити. Сайферу как можно быстрее надо бежать. Но он отдает Хэви. Отдает Хэви. Через 10 секунд... Рейзи придет уже сам его убивать на мегу. Чуть-чуть не дожал. И... Сейчас могут возникнуть проблемы. Ну, первый рейл, наверное, сайфер должен попасть. Нет, он... Неудачно переключился. Сейчас будет врыв. Может, даже на мегу забьет Рейзи. Да. И мега потом очень в тему. Как раз пригодится. Так, сейчас... Сейчас надо Рейзи... Как можно быстрее добивать. Потому что... Ну, абилити уже потратил сайфер. Ладно, разошлись. Чуть больше минуты играть. На самом деле. Где Рейзи по-любому надо сейчас... Воевать. Интересный момент. Сайфер так... Ну, ему как бы не нужно аркадничать, но он... Лезет, лезет, лезет. Нет, осталось. Рискованно играет. Но сейчас вообще нет резона сайфер устреляться. Просто нет резона. Все равно... Все равно убивает. И при этом достаточно толстый остался. Решил уже... Как говорится, собраться за умом. На этой карте. Реально начинает. Три... Три... Два... Один... Не вошел. Сбирает Мегу. Нету Рейла. По-прежнему. И будет драка сейчас за Хэви. Просто спрыгнул. Сайфер вниз. Естественно, логично. Может, рфанули. Ну, вот, наконец, есть Рейл. Есть Армор. Армор. Надо бежать на Мегу, на самом деле. Потому что... Да, так он и делает. Но здесь... Теплый прием. Да, Мега за Рейзи. Армора пока еще нет здесь. Недавно он брался. То есть... Сто с копеечкой у Сайфера. Рейзи сейчас прибежит по-любому за Хэви драться. Но он даже там и... Даже драться не пришлось. Просто пришел и забрал. Потому что Сайфер вообще без Армора. Привет от Тотема. Хоть какая-то радость. И по... По кругу карты бегает Сайфер. Пытается 100-100 себе сделать. Уже не приходит вообще на Амегу. Конечно, там ловить ничего. Ну вот, Би Джей. И начал все выедать. Всю карту. И есть Абилити. Это очень-очень плохо для Сайфера. И самое главное, что... Никакой девайс на халявку не заберет. Ни Мегу, ни Хэви. Так и будет носиться. Видимо, Би Джей от одного. А этому к другому. Сайфер просто... Старается не высовываться. При том, что у него все есть. Но кроме ракеты. Которое не прошло. До сих пор... Так, сейчас будут убивать. 14 хп. В рейде там просто уже не лезет. Хорошая озвучка. Просто... Просто не может ничего съесть. Дворос. Хоть маленький армор, но там есть. Потому что у Рызи они уже не лезут давно. Можно переключить сейчас на Венгра. Потому что он все же... По-любому будет пытаться... Набрать фраг. Так, сейчас... Можно на Мегу уже не успеть. 5 секунд у нее. Бежит, 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 бежит. Так, сейчас 2 шафта и убивать. Да, здесь все четко. Вопрос, успеет ли он шафт перехватить у Сайфера. Да, успел. Ну вот это уже близко к 3-1. И первой карте за Рызи. Не отдаст, я уверен. Врывается Сайфер. Ну, уже паническая такая атака. Рызи позволяет даже себе вот такие вот вольности. Роккиджамп. Просто максимально уверен в себе. Изи затаскивает карту. 1-0 в пользу Рызи. Вторая карта Иволк. Выбор Рызи. И 1-0 он ведет. И выиграл более чем уверенно первую карту Mountain Falls. Но очень часто на турнирах мы видим, что под 0 буквально берут. Берет сначала 1 карту соперных. И потом также под 0 забирает соперных уже пик другого. Очень часто такое есть. Потому что на самом деле здесь нет такого понятия. Твоя, моя карта. Вот здесь. Кто в какой форме, в каком настрое, тот и вытягивает. Не важно, что была за карта. Сразу же у нас заварушка и Рызи. Сейчас погребет. Да, Сайфер подлечился тотемом и пытается зарейлить. Сайфер 150. Я не знаю, что он просто не добьет. Он ждет, пока обилка закончится. Но сейчас дождется. Сейчас дождется. Да, Сайфер тоже какой-то там бессмертный. Ребята, что это такое? Что это такое? Сайфер Мегу сейчас подберет. 2 хп осталось. 2 хп. Это... Это было весело. Рейзи уже... По идее взял шахты и... На голове с Беларуси даже там постоять успел. Перед тем, как набрать фраг. Но вот сейчас надо быстрее, Рейзи. Ой-ой-ой, как много демеджа из машингана. Попал Сайфер. И сейчас... Все в его пользу. Хорош, хорош, хорош. Попал из наилгана. Дальше, естественно, не пошел. Потому что банально... Нужно готовиться к следующему хэве. Взять пушки, ракету. Здесь... Здесь Рейзи отлично отстреливается. Нету... Сайферу вообще там ничего. 50 хп оставалось. Любой... Рокет шальной и... Привет. Рейзи последний персонаж. Сайфер с обилией. Сейчас. И я думаю, сейчас будет быстрая атака. Рейзи поняту. Шкерится. Хорошая ракетка. Нормально там Рейзи тоже... Саркадничал. Так, успеться. Сайфер на мигу. Даже не пришлось, в общем-то, и торопиться. Так отдали. Вот это уже проблема для Рейзи. Потому что Сайфер уже просто отъелся очень жестко. И... Ну, уже не очень. Просто жестко. И ищет он соперника, чтобы наброситься шафтами. Не знаю, зачем он эти контрольки стреляет. Лучше все-таки попробовать подловить. Потому что... Ну, время уже потрачено. Уже Рейзи более-менее там... Объелся. Ну, сейчас мига. 175-140. Рейзи понятно. Все. Скрылся, растворился. Но вот сейчас будет... Какая встреча. Нужны шафты и убивать. Здесь... Без шансов вообще. У Сайферу очень много осталось. Попробуй борься. Реально начинает. 3, 2, 1. Реально 2. Борься. Два голена. Рейзи не стал подлагивать. В франшафте. Пошел к Рейзе. Да, Сайфер сейчас только возьмет Ротган. Ну, все взяли... Все пушки. Сейчас, по идее... Будут за что-то драться. Или, может быть... Разойдутся. Рейзи вряд ли сейчас будет обкатничать. Мне кажется, он сейчас точно до... До победного... Нет, пошел стреляться. Неплохо попал. Что-то там. Но не так, чтобы там Сайферу вообще было о чем беспокоиться. Тут же тотемчик его подлечил. В общем, по 100. Ох, 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 ох. И будет прыгать Сайфер на... Хэви убивать. И мига сейчас еще. Сейчас прибежит Бласкович. Но встречать есть чем. Слишком много у Сайфера сейчас. И здоровье, и армура. Я думаю, сейчас будет атака Рейзи на Хэви. Потому что, ну... Должен понимать, что... Да, надо что-то делать. Атака не очень удачная. Но нет, на самом деле Сайфер реально там... Ох, ох, ох. Офигеть ж. Как Рейзи это исполнилось. Сейчас, я думаю, будет ответочка. Ровно такая же. Но надо быстрее, быстрее искать аптечки. Венгру Сайфер уже несется. Первый у нас Хэви. Да, достаточно... Небрежно. Ай, зацепился. Но... Не критично. Да, вот так вот... Выигрываются войны. Не знаю, откуда там... Бросье столько хладнокровия. Но настроен он действительно очень... Серьезно. Судя по счету на Молтон Хэлс. Офигеть, как он это сделал. Сейчас с этим Рейлом. Пять секунд до армура. И Рейзи приходит уже на него. И несется на Мигу. Ну, тут же наказали. Но все равно у Сайфер сейчас большие проблемы. Потому что есть Абилити и... Ой, ну вот это тоже вот... Глаза жадности. Ну, естественно, надо Абилити реализовывать. Но там места, ну, стольких похоронило. Именно в таком ключе. Но все же... Все же, ладно, все же. Сделали на Вин. Место там очень такое тяжелое. Реально... Там нету бортиков. И... Можно улететь вот так. И часто очень улетают. Особенно в борьбе за пауэрап. Хотя, казалось бы, сейчас на джампаде. Я его двумя шафтами. Изи. Нет. Все гораздо печальнее. Особенно обидно, когда ты улетаешь с арены. Будучи, в принципе... Два раза толще оппонента. Но... Болоту пофиг. Да, Сайферд продолжает играть достаточно аркадно. Не заморачиваясь, прыгает на джампадах. Да, Рейзи достаточно пассивно сейчас начал играть. Ну, а что ему, в принципе... Хочется в финал. Так же сильно, поэтому... Можно и... В крыску Лариску поиграть. Ох, какой врыв! Какие ракеты! Какой фраг Сайфер! Просто бог Квейка. Просто бог Квейка. Можете скриншотить. Кипец вообще сыграл. Момент почувствовал. Все попал. Давай еще Рейл занеси. Чтобы мувик был более длинный. И он заносит. Нужен еще один. Рейзи там подъелся. Ой! Что творит? Что творит? И раунд подвисает. Армор есть. И Бласкович уже не так страшен. Хотя, конечно, сейчас будет влетать Рейзи. Он 100-100. Но у него два шафта. Да, сейчас опасная ситуация. На армор прыгать вообще смысла нет. Только вот издалека выманивать и пытаться развести соперника на билку. Пол раунда у нас позади. И... Сайфер сам теперь затих. Разиграет от контроля. Время идет. Убивать двоих. Сайфер, скорее всего, наверное, возьмет Бласковича. Сейчас я здесь убью нашу афтамент. Вот. Сейчас сам он, скорее всего, придет на Бласковича. А Рейзи будет вторую. Пасти. Ну, даже почти не пришлось здесь. Очень быстро встретились. Да, это проблема. Это очень большие проблемы. И это может быть... Естественно, входит там не будет. Сайфер. Утащил нармор. Проблема в том, что Бласкович урэйдер. Но, возможно, это дохлый Бласкович. Да, это очень дохлый. 2-1. В пользу сайфера. Спас. Спас. Ну, вот. Бухтвейка 2. Просто сейчас мы видели... Глазами землянина эту ситуацию. Хотя, конечно, если Бласковича этого дамажа не наполучал, он бы... Шафтами. Еще раз бы. Поджарил бы. Так хочется назвать, что можно поджарить. Но не буду. Но это продается в Макдональдсе. Надеюсь, Сайфер не обидится на меня. Ладно, смотрим. Сайфер пока берет. Карта соперника. Я просто эти комменты тоже прочитал. Ладно, Леша не оточняет. И Рейзи продолжает делать ставку на Бласковича. Но Сайфер просто идеально по позиции сыграл. Ну, как говорится, просто вот там такой коридорчик, ну, не коридорчик, уголочек был, где... Ну, я не знаю, как можно размянуться. И вот, умудрился он уйти просто полностью с линии атаки. Ну, вот сейчас уже реально начал Сайфер додавливать. В каждом эпизоде и... Тоже, похоже, проснулся. Реально не может, не может Рейзи ничего изобрести. Ракета на 100. Там последний персонаж. Прям совсем последний. Прям 1-1. Да, ровно такой же счет был у нас на Молтон Фолдс. Третья карта. Блад Ковенант. Выбор Сайфер. И, как я уже говорил, очень часто в квейке соперники берут вражеский пикар. То бишь, пик в данном случае ничего не значит. А вот то, что твой соперник Сайфер, я думаю, значит много. А то, как сейчас Сайфер прибавил. Ну, понятное дело, что у него, конечно, менее пристрельно Молтон Фолдс. И... Ну, не будет он там так же исполнять, как он умеет. Идет на любой другой арене. Поэтому... Как говорится, с самой, наверное, для него менее изученной карты. По сравнению с остальными. Он отмушился. Ну, проиграл. Ну, ничего страшного. Ну, я вчера тоже проигрывал. Интересный момент. Решили, ребята, и на ДМ6 особо долгий ящик не откладывать. Очень тяжело. Отлично, а чатый... Очень веселый он сегодня. Ну, да ладно. Надо посмотреть. Здесь Рейзи потихонечку начинает. Трясовать. Ну, Кармуру не успеет. Вазу-то за что? Барбара. Попала ракета, и промах сейчас будет стоить фрага. Фрага. Причем, Рейзи был толще, но вот он прям прыгал и видел, как он сейчас в эту ракету попадает, а потом добивает. Но один промах, и тут же ему все сблини с такой скоростью, что... Сейчас будет цифр, я думаю, уже сам давить. Включить плюс фулл кирлера, что-нибудь включен, сарен, сарен. По одному персонажу забрали, выбор. Зеркальный, напомню, Рейзи запанил Вайзера, а Сайфер не стал на понт брать, как вчера Антон. Он взял клача, спокойненько забанил, и... Я думаю, если бы вчера Кулер играл против Рейзи без клача, все-таки, я думаю, у него было бы больше шансов остаться в винарах. Но... Нет. Хотя Рейзи и без клача, в принципе, хорош. Сейчас, я думаю, первый раунд каждой карты будет, конечно, такой, очень закрытый, и будут долго-долго щупать друг друга. Уже разные места. Пока, как говорится, ключик к сердцу не подберут, и не будем уже вабанг лезть. Включать режим Вингюра. Но сейчас Сайфер немножко поактивней. Играет. На Рейзи его реально наказывает. Активность больше лезет, но Рейзи... А Рейзи он по ракет напихал, и сам теперь уже Орла включил, и свой фраг сделал. И времени-то не так много осталось. Там последний Би-Джей у Сайфера, но Рейзи более-менее готов. Очень много у него осталось после последней перестрелки. И сейчас... Да, сейчас будет раунд, он, скорее, все брать. Нет. Слишком рано первую... первую... ракету выстрелил. Если бы она облетела на 100, но все равно он сделал 1-0 в этом раунде. Если бы он первую ракету чуть-чуть, там, на полсекунды позже, стрельнул, Би-Джей бы там бы в этом проходе остался лежать. Но... еще... дал шансы себя убить, но нет, в итоге все-таки... сработало то, что у него реально было гораздо больше стека. Сейчас Рейзи может всю карту съесть, при этом... Нет, потому что не пойдет на хэви. Не стал рисковать, мог бы, конечно, врубить машинган и пытаться там от рельса отстреливаться, но забрать хэви-армор. Не стал рисковать. Правила турнира, как я уже говорил, таковы, что будет Best of Seven в суперфинале, но... обычный Double, не Full, преимущество в одну карту на самом деле при таком количестве карт это ни о чем. Ну, что, грубо говоря, выигрывать. 3, что, 4. Невелика на самом деле разница. Ну, конечно, в любом случае, короче, это будет очень утомительно и в любом случае право на ошибку будет. Поэтому, в принципе, если даже сейчас Рызи и обыграет Сайфра, мало ли, вдруг, не так страшно, как Страшен Клоус в финале лозеров, потому что сегодня он реально жестил по сравнению с самим собой вчерашнего образца, вот это гораздо менее приятная тема, перспектива. А то, что если вдруг даже в суперфинале эти же игроки встретятся, такой же возможно будет ход боя и любую может затянуть, если здесь будет в принципе близкий счет в конце и решающая карта будет. Сайфер сейчас в счете ведет, но Рэйзи как-то не спешит с ним драться, поэтому самому приходится лезть разбираться. Нужен роккеджамп здесь, потому что может Рэйзи подловить при спрыгивании. Но вот опять Сайфер контролирует явно уровень. А вот здесь подлов и вот момент, вот момент, неожиданное включение три болта и вот уже Рэйзи на коне на армор. Неужели будет до конца идти Сайфер? Да, вот это конечно очень-очень по-чемпионски не стал отдавать карту сопернику, а пошел и очень удачно еще в ответ что-то попал. и сейчас может немножко выдохнуть. Полтора минуты всего играть. Два персонажа отыграть будет тяжело. Это конечно сейчас Рэйзи минуту 20 100-100 Рокки джам будет не будет? Нет. Пригвоздили полу кстати даже без гвоздей допрыгнуло Сайфер потому что домашему не нанесли так залетел. Поглажает заносить рейлы но вот да в ответ тоже попали. Рэйзи уже вообще ничего не остается как ломиться. У него там 50 хп 50 секунд сайфер не стал в этот раз уже испытывать судьбу лезть на армор уже откровенно убегает но ему действительно 2.0 сейчас совсем не нужно надо ему брать эту карту да рейзи носится по лесенкам ровно собственно на лесенку сейчас сайфер напоет нет нет услышал рейзи соперник сейчас будет прыжок на джампале и ракеток и отличный уверенный фраг здесь даже и убегать не пришлось рейзи уже получал 1-1 но это только только еще у нас середина пути потому что это всего лишь третья карта и 1-1 у нас в матче а надо чтобы было 3 выигранных карту у кого либо если сравнивать матча на первой карте молкин солдс и на эволк и второй конечно сайфер получше выглядит но рейзи он такие зато темы исполняет и больше грубо говоря все таки сайфер аркадничен гораздо больше рейзи периодически периодически очень жестко подлавливает его ну что неужели сейчас рейзи опять будет шкириться давайте включим сайфера ему догонять попытался рейзи то же самое исполнить и просто ну вот в который раз сайфер просто идеальнейший рокет достаточно сложная ситуация потому что после сфер рейнджера всегда не разбериха на одну-две секунды в том числе у того кто эту сферу исполнил потому что там затемнение экрана и т.д. и т.п. но вот сайфер умудрился в такой непростой ситуации попасть просто три идеальных ракеты и без суеты четко как будто как говорится птицу принесли и нужно только расписаться шутить больше не буду смотрим дальше две минуты позади ну скучный скучный матч слишком хорошо они играют чтобы грубо говоря сейчас совершать глупые ошибки и дарить нам веселые моменты ну вот там что рейзи сферка исполнит но это это все в начале раунда когда еще можно себе позволить там что-нибудь исполнить слишком все очень четко правильно и ну стрёмно лезть там сайферу на рейзи да и рейзи на сайфера потому что блин ну сразу все прилетит даже не успеешь пострелялись на расстоянии отошли и давай дальше песня плясать и танцы петь здесь фишка в том что там биджей поэтому сайфер неужели будет слушайте это просто маневр года но сработало по моему рейзи вышел чисто из любопытства посмотрите это что типа было вообще вот ну и в итоге ему в обуху по рельсе засунули и вырывается вперед и опять пошел качественный ротик сайфера да да перестреливает он самый главный на базуке вернее так почти в каждой ситуации где они начинают стреляться именно базука сайфера вытягивает и нагло выше оказывается в этой перестрелке и даже на молтон фолдс мы видели фраги где сайфер где рейзи налетает шафтом сайфер он просто по стеночкам ну вот с каждой гард это все жестче и жестче в общем этот метод метод точно не работает но сайфер собственно все сильные пушки поэтому даже непонятно но правда как сейчас рейл пытаться не давать будет ротикджамп нет не стал ротикджамп сайфер сайфер верхом сейчас должен ворваться я думаю вообще на рейлсу пойдет интересно прочитал сайфер этот ротикджамп по ощущению да что он все делал осознанно и нужен ротикджамп на рейл как можно скорее но не повезло что там сайфер в этот момент рядом оказался могу вообще убить но нет сейчас сайфер отойдет мегея и снова как новый по-моему зеркальные у нас сейчас уровень стека просто разные айтемы берут игроки интересно сайфер но он естественно не видел соперника но догадывается что там на букере и это просто рейл года был я думаю от удивления сайфер помахнулся насколько халявной казалось эта цель он взял и не попал причем второй рейл более сложный когда уже соперник отстреливаться начал после этого умудрился так 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 ну что опять сайферовские ракетки хочешь отведать ну отведай здесь насыпают вообще без проблем приходи почаще как говорится рейлзи по-моему еще не понял то что не надо сайфером вообще сближаться и драться на ракетах потому что там залетает все бдзинь бдзинь и врываться и врываться 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 не выпускать более там бласкович боится сайфер сайфер конечно так а болты не долетают банально но сейчас срываться но еще интереснее только умудрился сайфер не угадать маневр но рейзи исправил эту ошибку сам пришел да все жестче и жестче достается рейзи если честно и там еще и ракета залетит ребят но здесь какая-то самонаводящаяся базука просто сейчас опять если стацы пойдут здесь вот я вижу коммент рейзи поплыл не рейзи поплыл сайфер просто приходит и убивает его в любой ситуации а если рейзи сам приходит со стэком где базук где базука 23% офигеть но здесь шансов просто никаких у рейзи просто никаких естественно шучу просто сайфер очень много контрольных ракет стреляет если бы их не считали то я думал процент был бы большой я даже удивлен что рейзи не взял ее первой всегда он берет тараптод но там был еще более интересный козер молден фолдс и вчера если я говорил что у венгюра все шансы зарулить цифер на молден фолдс потому что все-таки меньше должно быть у цифера опыта но вот венгюра справился сегодняшний матч эрэзи показал что действительно то насколько у тебя пристрелили каждый уголочек имеет значение эрэзи я думаю молден может уже с закрытыми глазами пробегать при этом раздавая эррокеты ну ладно начался у нас матч может быть последняя карта может быть будет и решающая на кону выход в суперфинал и соответственно минимум второе место на турнире на котором в принципе неплохую пачку денежа от померкни квейка насыпают но имеется ввиду онлайн чем приз вполне неплохой призовой фонд турнира на поле 500 долларов и рейзи уже идет бить сайфера подловил подловил но в общем-то он все выстрел так сейчас будет и прыть в припорт странно что не пошел рейзи был шанс но боялся он наверное прям сразу на пучок выйти тем более да там сайфер потратил обидеть я думаю ожидал он то что будет врыв рейзи хочет наверняка но можно сказать что было наверняка достаточно много осталось здесь есть аптечечка и сейчас еще мега 8 хп 8 хп но я думаю на хэви сейчас побьют но естественно за хэви даже не стал рейзи бороться будет он здесь стенки околачивать цифер бегает ищет ищет понимает он что там все достаточно грустно после предыдущей перестрелки спер мигу вот жука венгерский майский сейчас еще и хэви сопрет реально сопрет просто на ровном месте обокрали но наказание было такое говорится не менее жесткая и сейчас уже сайфер успевает сам на армор рейзи туда не придет потому что ему нужно сходить за шахтом стоит так сайфер просто очень отъелся пробовать идти воевать нет он берет хэймашинган может быть издалека рейзи надо или все таки самому попробовать проатаковать или что по 2 минуты попробует вообще отбегать в принципе он ведет подловить вот так вот спиночку да и пойти пистолет ну вот наобилку развели сейчас будет хэви и дамиги времени вагон и сайфер я думаю будет успевать спокойно ну как здесь не попасть спасла сфера причем это реально было круто потому что рейзи на секунду мне кажется показалось что сможет он перестрелять не стал перепорт имитация начал достаточно неплохо попадать но такой прикол и разводит сайфер первой соперника и окружу и разорвал первый раунд начало было конечно зарезится легком но потом как-то совсем без шансов побили опять ракетой сферами всем без ракетой говорили сайфер базука базука сайфер равно любовь не надо туда ходить не понимает теперь я так упрыгну на джампаде но он же не попадет на рокет сайферами сплэшами там задевает еще но интересно это в станции идет после матча сплэшики и шафтом тоже очень очень много проблем доставляет сейчас и вот посмотрите как сейчас сайфер выходил на эту мигу то есть он даже бачку на нее как-то то есть обычно все мига слюня и бегут на нее там что-то шахтят в панике сайфер бачком бачком аккуратненько при этом пробрив соперника в воздухе то есть он и умудрился там ну точнее и попал все и при этом еще думал как себе не заработать болевых ощущений просто идеальный мумент ну такой правда в мувике не ставят народ по-прежнему убирает ну что опять базюлька да там рейзи еле ушел съел мигу нет обилки сейчас будет я думаю грудь на шафте да несется несется сайфер но вот слишком разогнался а в косяк ударился зато ракетки опять контрольные все собрал и сюда здесь конечно опять опять рейзи вбривается отчаянно там отстреливается пытается спастись но рука у сайфера не не дрожит в таких ситуациях попадает ровно столько сколько нужно все равно для фрага даже если реально ну заведомо у него неудачная позиция ему там надо нападать аркадничать набрасываться через неудобные проходы нет пофигу прыгает добивает и сейчас близок потому чтобы 2-0 сделать полторы минуты сайфер продолжает носиться за рейзи несмотря на то что он ведет 2-0 по персонажам то есть можно было сейчас просто постоять и ждать пока сам придет нет сайфер носится носится аркадничает уже не знает сайфер как подобраться к рейзи засел 2-0 2-0 возможно последний раунд все по делу тяжело здесь переиграть и этого игрока не будет на кое-коне конечно сейчас все кто там будут выдыхай побер говорится потому что как сейчас не все попал в начале но в итоге все равно когда вроде там загорелись глазки сейчас добьет все равно игрок прилетела хотя конечно сайфер пошел так ну сейчас побьют да но это уже это уже как говорится переоценка возможностей слишком мало было сайфера рейзи там рейзи тоже из шахта не лох если в принципе сами все видели ну тем как говорится интереснее нам хоть какая-то интрига пошла но опять же уже радуемся как говорится что хоть одного человечка убили белорусского думаю это еще далеко не раунд сейчас рейзи просто надо не знаю за троих сыграть чтобы простить до армора 5 секунд но рейзи туда не идет он как раз я думаю сейчас будет пытаться играть от обороны когда кстати сайфер зал эти шахты шахты не вязал ворвался он понятное дело что фрейзи сейчас должен наказать нас хп 25 сейчас здесь убьют да но слишком мало осталось и вот последний персонаж и рейзи на коне всем там ничего не осталось у сайфера причем да сейчас убьют в один как говорится ожила интрига в матче не матч очень интересный просто действительно сайфер очень сильно играет на урэйзе тоже как говорится местами исполняет на своей карте любимый но тяжко тяжко опять ракеты сайферовские здесь стэк с косили до оверхилла трех тотемов по-моему еще не раз дело не отходило потому что слишком маленькая карта и не спрячешь эти тотемы хотя вот сейчас два уже бросил рейди полагаю включить сайфера все-таки немножко поагрессивнее играет рейди явно засел и никуда вылезать не собирается только вот так отстреливается пеношенганом не берет пока сайфер чтобы взять попозже и прикинуть уже гарантированно здесь встречают очень жестко да и нет смысла там бороться потому что рейди тоже распулялся можно сейчас подловить на прыжке ну такой очевидный подлов а вот смотрите может быть ключевой момент потому что утаскивает сайфер у рейди мегу забирая сейчас хэви и потом придет бить нету правда шафта я думаю просто сейчас прямиком понесется шафту даже ух ты там по-моему два тотема съел сайфер да за это наказывают за это наказывают как он забыл про то что там могут быть тотема реально по-моему два взорвалось при том что но вот сейчас но вот сейчас опять ракета все все мечты рейди рейди афин в финале по-моему сейчас об эту ракету разбились два бласковича один с шафтами уже стоит у сайфера шафтов нет к ним он потихонечку крадется 10 секунд ждать обилки продолжает сайфер ракетами пытаться решить вопрос рейди бережет обилку да сайфер естественно удирает должен успеть сайфер за хэви в принципе все в порядке обилка потрачено просто надо ворваться сейчас даже эта встреча не афетична стоит он понимает что сейчас будет атака ну вот так как-то как-то пытается он держать эту мигу ой-ой-ой нормально так обоим досталось хэви следующий решит я думаю вопросы все забрал его сайфер у рейзи есть обилка у сайфера нет шафта несется можно скорее убрать через сколько секунд через 10 долго долго здесь обилка не нужна и сейчас собственно эта обилка для рейнджера останется но только сфера сейчас чудесная спасет рейзи минута играть последний персонаж рейзи толстый толстый сайфер есть обилити только сфера другому никак сайфер все может вообще уйти на хави тусоваться или на триболте нет он не хочет так делать носится по карте ищет соперника еще ракета там ну вот 40 секунд ну что 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 делать бежать или засейвиться раньше времени потратил так ну очень повезло сайферу сам себе ищет приключения рейзи по-любому сейчас придет 7 секунд 5 секунд уже преследую 3 2 все и сайфер в супер финале рейзи завтра играть с клоузом вот это будет матч